Друзья, всем привет! Я хочу пронголочь Машу. Маша в ванной моется. Сейчас утро, ночью попросила его друга перегнать машину его, чтобы он проснулся и подумал, где же у него машина. Надеюсь, что все получится. Доброе утро, друзья! Сейчас у нас будет очень крутой день. Ну, я так думаю. Да, Паша, будет очень крутой день. Как ты думаешь? Я думаю, что мы сейчас пойдем твои книжки сдадим. Я показала книжки сегодня? Сейчас пойдем сдавать мои книжки. Да, она школьница есть. Всем привет! А школьницы должны сдавать книжки по концу учебного года. Просто у меня так много книжек, я ни разу не читала ни одну из них и была в библиотеке в универе. И просто я боюсь, что еще много, я их не нашла в общем много, книжек, которые лежат у меня дома. Я буду должнающей библиотеки. Вот этого я очень сильно просто боюсь. Но ничего страшного. Думаю, найду. Если что, придет заплатить деньги, Паша. У меня гарантов нет? Нет, да. Ну ладно. Так что, надо платить натурой? Натурой твоей, моей. Твоей. Где у вас с улера? Где место Глеба? Ты же здесь застрелял ее. 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 Паш, где машина? Где же ты оставил? Может там, где... Бля, ты её сюда завозила, помню, я даже говорила, может там оставишься, будешь здесь оставлю. В смысле? Ты хорошо её что угнали? Да и угнали. Паш, что делать? Э, что-то ты прикалываешься, Антона, нахрен. Блин, ты мне такой пранк заборол. Если бы ты молчала, было бы намного лучше. Вот эти вот ты... Ах, где машина? Ах, где машина? Да иди нафиг! Вот это вот, ты сама себя спалила. Я прям иду и жду вот этих слов и понимаешь... Блин, не получилось! Так грустно, мы так долго с Гариком всё проворачивали. Вообще, ребят... Паш, нафиг ты такой? Э, вот я сейчас на повторе поставлю вот эти вот её слова. А где машина? Её что, украли? И всё, знаешь, вот чисто по этим словам всё понятно. Так вот, Судя, ты сразу, наверное, понял. Нет? Ты не подумал, что её машину украли? Да не, вот если бы ты не сказала... Ничего, молчала бы в тряпочку, просто ждала мои реакции. Ты бы что-то дождалась. А вот так ты сама себе просралась всё. Я так долго волновалась, всю ночь не спала из-за этого. Думала, сейчас здесь эвакуация. Эвакуируют ещё нафиг её здесь. Короче, это вообще... Пранки, походу, не моё. Не, ну у тебя пару раз это получалось. Так что не волнуйся. У тебя такой план был офигенный. Ну, так если просто рот не открывала, у тебя бы всё получилось нормально. Только рот открылся, я вот посмотрю первые фразы вот этой вот. А где машина? Её что, украли? Я всё понял, Сая уже. Так ты молочишь и думаешь, что девочки какие-то эмоции уже были там. Вот они мои учебнички. Их береги давай. Нормально спадали. Они примут ещё. Взяла все, ни разу не воспользовалась. Есть такое. То, наверное, сейчас ещё не все забрала из дома. В общем, всё так не надо. Я просто на первом курсе не знала, что это не надо. Я же в школе училась до этого. После школы пришла такая, взяла учебников набрала. Да, типа учиться пришла, всё. Показала училке и всё. Да. Да, так и было. Сюда? Да, да. А что, сюда? Это же просто листок. Ну вот. Представляете, я даже в шоке на тему. Какая тут стесня. Отгадайте, что мы делаем? Ну, говорили? Опять приехали за носочками. Да? Приехали за носками Пашки. Поняли? Поняли, что мало мне носков, нужно ещё. И приехали ещё взять носочки. Классно, да? Да. Вот так вот. Вот так вот. Думаем взять сейчас по акции пенни-борд, который не пенни-борд, а ямбо-борд. Но он тоже неплохой. Либо же, может быть, вообще самокат взяли. Хочешь самокат? Я помню, я в детстве очень любил настольный теннис. Я всегда мечтал дома о настольном теннисе и о столе для него. Играть, чтобы дома. Но, к сожалению, такого размера стола никогда не мог поместиться. А вот такой вот. Купили носочка. Да. В общем, посмотрели ещё, кстати, самокаты. Может, вы, кто подскажете, какой-нибудь самокатик можно купить. Так-то прикольно, мне кажется, реально самокаты. Вон, Ежов купил какие-то, но у него что-то совсем, наверное, дорогие. А вот у нас в Декатлоне, не знаю, какие-то, может, не очень хорошие. Подскажите, может, кто купил самокат себе на лето? Прикольная тема, мне кажется, интереснее, чем если мы купим этот скейтборд. Ну да, мне удобнее просто кататься. Ты будешь его брать, поэтому. Я считаю, что на скейтборде тебе неудобно будет кататься. Ты его, в принципе, и брать не будешь. Может, попробуем в метро заехать? У нас не пустят. Короче, сейчас попробуем зайти в метро. Я всегда, когда у меня не было машин, я, естественно, не ездил в метро. А сейчас, когда появилась машина, я хочу узнать вообще, можно ли зайти в метро обычному человеку? Нельзя. Сейчас спросим. Первый раз в метро. В общем, можно зайти по гостевому пропуску. Просто я сейчас права покажу. И сейчас, скорее всего, у нас получится зайти первый раз в метро. Честно, интересно даже, что это такое. Вот такую вот фигню по правам дают. Один раз только можно пригласить. Один раз только можно пригласить? Да. Ну, может, он меня оформит, я не знаю. Тут не сильный, но шаг целый, я думаю. Да. Короче, что-то первый раз попробовали в метро, вообще ни о чем. Я хочу, да. Ничего хорошего, ничего интересного абсолютно. Нет, там есть просто бренды, которых мы не видели. Да, такие. Но в целом, не знаю, херня, фигня и цена. Дороже, чем. Дороже, чем в той же самой ленте. Смысл сюда ездить, я вообще не понимаю. Может, у компании какие-то свои особенные условия. Но просто так обычному человеку здесь делать вообще абсолютно нечего. Так что, не ездить. Один раз побывали. В общем, ничего интересного. Вообще, домой у нас, короче, что-то какая-то херня непонятно. С электричеством происходит? И причем везде так. И запах вообще прям стоит какой-то, да. Это у всех так, но как у нас можно позволить. Здесь нормально. Что за херня? Мы покупали таблетки. Настя что-то совсем чахнет. Я тоже уже след за ней чувствую, начинаю. Вот сейчас будем употреблять гадости. Так, друзья, это, по сути, возвращение рубрики «Минута С». Наедине и так далее. В общем, сегодня я эту минуту проведу. Вчерашний день уже закончился. Сегодня уже начался новый. Вчера мы не стали доснимать ничего. Потому что у меня было плохое, к сожалению, настроение к концу дня. Но сейчас я вам расскажу, вообще покажу. И вы все узнаете. А сейчас я вам расскажу, почему и как вообще, что дальше. Итак, как вы знаете, мы экспериментируем, да. То есть у нас был основной канал. Сейчас мы занимались вторым каналом. Лайв-каналом, на котором мы каждый день выкладывали видео. Потому что у нас собралась достаточно большая публика. Которая вместе с нами проживала, можно сказать, каждый день. И нам это, в принципе, нравилось. Но сейчас нужно идти дальше. Мы снова будем экспериментировать. И сейчас все влоги блюдей формата будут приблизительно такие, как сегодняшний. То есть они не будут почти резаться. Они будут вот прям, вот как снято, так снято. В основном будет, возможно, иногда даже скучно. Да, по сравнению с тем, что было в последнее время. То есть в последнее время из этого канала я пытался делать шоу, можно сказать. Какое-то шоу, можно сказать, я пытался сделать из этого канала. И это, наверное, ошибка. Потому что все-таки everyday формат это немножко другой формат. И для того, чтобы как раз таки умилить мои чувства по поводу шоу. По поводу того, что я хочу создавать какие-то шоу. Мы возобновляем основной канал. Да, то есть сейчас я снова буду мыслить, думать, просыпаться, засыпать с мыслями о том, как раскачать публику на основном канале, как заработать большое количество просмотров. А этот канал остается нашей отдушиной для того, чтобы просто пообщаться с вами, для того, чтобы показать более какую-то такую жизнь, более личную, возможно, во многом. Поэтому ждите. Сейчас мы будем немножко перерабатывать концепцию. И готовьтесь к крутым видео на основном канале. Тем более, что нужно Насте отомстить. Она сегодня пыталась уже кое-что осуществить. Кстати, получилось не плохо, только словами своими спалилась. Она такая у меня. Вот. Все. Это все, что я хотел вам сказать. Мы увидимся с вами завтра, как всегда, на этом канале. Теперь я буду вставать пораньше, чтобы монтировать и точно выкладывать. Это будет как уже формат. Формат ежедневный. Формат без вырезок, без обрезок. Формат, в котором, ну, не знаю, возможно, вам будет даже интереснее так. А шоу мы будем создавать на основном канале. Всем спасибо. И уже до скорых встреч. Счастья вам, здоровья. До завтра. Мы будем исключать. Пуфу. В